Всем привет! Сегодня будет обзор из магазина Светофор Маяк, город Новосибирск. Приятного вам просмотра! Начнем, как всегда, с новинок. Салфетки для сушки посуды из микрофибры. Стоит 119 рублей. Размер 38 на 50 сантиметров и производство Китай. Расцветки самые разнообразные. Вижу поварята, ложки, поварешки. Есть даже мимишные такие, совята, цветочки. На любой вкус можно подобрать. Плетеная корзинка 644 рубля. В цвете молочный такой вот шоколад. 65 литров здесь и идет бокс с крышкой. По бокам есть удобные ручки. Размер 57 на 40 сантиметров и производство Россия. Очень выглядит качественно. 624 рубля корзина для белья. Она имеет круглую форму 32 литра. Есть тоже по бокам ручки. Такой толстый пластик и производство также Россия. 164 рубля. Это у нас рукомойник. Здесь 5 литров. Цвета есть красные и синие. Пластик, мне кажется, добротный. Сам рукомойник нелегкий, тяжелый. И в НОП-3 выглядит вот так. Не нашла я ценника, но здесь такие цвета. Не могла устоять и не показать вам. Миска 1,3 литра. Здесь есть значок пищевого пластика. Выполнено очень хорошо. Не увидела никаких недочетов. Думаю, многие бы заинтересовались. Жаль, ценника нет. А рядом есть у нас уже миска 5 литров. Здесь цена 49 рублей. Производство Россия. И только в такого цвете. Салатовый, можно так сказать. Салатник в салатовом цвете. За 400 рублей светильник для сауны, улицы. Здесь у нас производство Беларусь. Кто из Беларуси, привет. Вот так это все выглядит. Сзади. И по цветовой гамме здесь есть черные и белые. Выделено маркером, какой именно у вас коробочки будет. Здесь цоколь Е27 и 60 Вт. Гарантия 18 месяцев. И давайте немного пройдемся по посуде. Очень много народа сегодня снимало в выходной день. Набор разделочных досок 110 рублей. Две штучки. Ой, куда-то я не туда пошла. Здесь у нас не наборчик, а набор разделочных досок идет уже сразу подставкой. Она не скользит, перфорация есть, что не будет ничего запотевать. Довольно-таки тяжелая конструкция. И по ценнику сейчас посмотрим. Цветовая гамма приятная. Стоимость 305 рублей. Три штучки в наборе. И производство Россия. А вот тут у нас две штуки. И стоит уже побюджетнее. То есть цена в основном за саму подставку. Тут уже вам решать, нужна она вам или нет. Сделаны они все из пластика. А вот у нее есть еще стеклянные доски разделочные. Кто-то писал, что приобрел ее. И намного дороже в другом месте. Но, к сожалению, она ей не понравилась в эксплуатации, так как неудобная. И стоит больше для декораций. Набор контейнеров для сыпучих продуктов. 168 рублей. Производство Россия. Наборчики 4 штучки. Многие хвалили, что крышка очень плотно лежит. Довольно-таки герметично. 1,8 литров. Две штучки 1,4. И 1 литр в одном экземпляре. Крышки в сером таком вот графитовом цвете. Так, что еще интересное есть. В наличии, кстати, много. И ценник очень хороший. 169 рублей. Терка четырехгранная. Она в таком ярком, жизнерадостном оттенке. В зеленом. Можно сказать, электрик. Цена приятная. В наличии много. Снизу я заметила контейнер 48 рублей. А тут у нас одинешеньки, можно так сказать, два контейнера. Всего лишь две штучки. И крышка выглядит вот таким вот образом. Мне кажется, выгоднее взять наборчиком. Поэтому, ну, всем по-разному. Возможно, кому-то и не надо весь набор. Терки я нашла. Здесь немного все заклинило, так сказать. И смотрите, что, возможно, даже резинка может отвалиться. Так, что не совсем это качественно. Сделано или покупатели постарались. 169 рублей стоит нержавеющая сталь. А вот такие вот баночки 75 рублей. В Ашане стоят 175 рублей. Поэтому стоит присмотреться в маяке и светофоре. Выполнено очень хорошо. Яркие рисунки будут радовать глаз. И в наличии все еще много, так что всем хватит. Смотрите, какие симпатичные. 900 миллилитров. 42 рубля банка для консервации. Здесь уже 40, точнее 450 миллилитров. Практически в два раза меньше. Здесь у нас изображены грибочки, различные баклажанчики, лук, перчик. Тут больше заготовка для овощей. А тут у нас намек на ягодки. Различный крыжовник, черная смородина. Форма алюминиевая 129 рублей. Это у нас такой вот наборчик. Имеет круглую форму. Хорошо брать на дачу, на пикники. Сготовил и можно выкидывать. Кто-то писал, можно даже использовать не как одноразовую, а пару раз. Нашла еще стеклянные баночки. Сверху они силиконовые. Это у нас фирма Паша Бахче. Хорошая фирма. Есть еще разные крышки. Тут у нас сразу улицы видно. И стоит такая баночка 110 рублей 500 миллилитров. Россия. Так, мы продолжаем. Тут у нас форма алюминиевая 244 рубля. Давайте ее откроем, чтобы покупатели могли тоже увидеть. Она прямоугольная. Вот так все выполнено. Также отлично будет для дачи. Куда-то на пикничок, на шашлычок и так далее. Хороший вариант. И тут у нас коробочка 376 рублей овощерезка. Только негативные отзывы. Жаль, что такая дешевая и нерабочая. Было бы отлично. И вот так она выглядит, кстати, в собранном виде. Тут у нас завезли 115 рублей горшочки для тушения. Они глиняные, очень красивые, аутентичные. Здесь 0,6 литров. И крышка глянцевая. А сам горшочек, он матовый. Вот так это все выглядит. Покажу вам. И внутри все тоже блестящее. Возвращаемся обратно. Одной рукой, конечно, сложновато все сделать. Но попозже я вернусь, когда буду делать фото для превью. И все приберу, постараясь аккуратнее. 339 рублей. Это у нас салатник. 14 сантиметров у него диаметр, сделанный из керамики и расцветки 2. Фиолетовый, зеленый и голубенький. Просто однотонный. Есть некоторые варианты, как будто уже использованы. Были использованы. Поэтому лучше брать из коробочек закрытых. 127 рублей. Банка для сыпучих продуктов. 140 миллилитров. Красная яркая крышка. Паша Бахче. Смотрится хорошо. Только они что-то в пыли. Видимо, не очень хорошо и быстро разбирает. Поэтому надо нам присмотреться. Возможно, кому-то и надо. Паша Бахче и розовые. Тут уже поменьше. Возможно, кто-то не обращает внимания и не приобретает. 146 рублей. Побольше идет баночка. Она идет в фиолетовом цвете. Вот такая вот большая. Тоже Паша Бахче. Смотрите, какое стекло добротное. Все выполнено. Так они мне нравятся. Только я даже не знаю, куда их ставить. А так бы всех спасла и приобрела. 2989 рублей. 7 предметов. Набор посуды. Это у нас ВИТЭС. Многие писали хорошие отзывы. Здесь есть ковш с крышкой. Кастрюля с крышкой. Кастрюля с крышкой 6,3 литра. И вот такая вот подставочка. Давайте посмотрим на примере хотя бы ковша, как это все смотрится. Давайте посмотрим. Вот такая вот красота. Как все блестит, особенно внутри. Новая посуда всегда радует глаз. И мне кажется, такую посуду не жалко и 3000 отдать за такую посуду, точнее. Крышка стеклянная, как всегда. А рядом у нас есть за 2000 рублей набор посуды. Здесь 6 предметов. Но тут уже по качеству попроще, я бы сказала. Ну, неплохой, но предыдущий мне больше нравится. Тут, конечно, дело вкуса. Хотя, кто его знает, может быть, они будут даже служить и лучше. Продолжаем данной кастрюльке. Миллилитраж здесь указан. Можно нажать на стоп прочесть. Подходит даже для индукции данный наборчик. За 1000 рублей тут у нас кастрюля 5,8 литров. Это, вероятно, данная кастрюлька, данный представитель кастрюль. И вот так она выглядит. Тяжелая при тяжелой осталась одна. Рядом, что у нас еще интересно, это у нас эмалированная посуда, различные кастрюльки. Кастрюля с крышкой 544 рубля. Давайте нырнем туда и посмотрим. Постараюсь я это сделать вместе с камерой, так сказать, онлайн. И вот такая вот красота. Здесь томаты, лук, масло. Очень все симпатично. Рисунок четкий. Кастрюлька эмалированная 759 рублей. Тут, можно сказать, кастрюля. Смотрите, какая огромная. Думаю, всех можно накормить, заготовки сделать и себе. И, возможно, своей скотине, если у вас есть свое хозяйство. Тут еще какая-то кастрюлька. Но, к сожалению, ее сложно раскрыть в полуоткрытом состоянии она. Тут у нас 12 литров, 1100 практически, без 11 рублей. Вот так это все смотрится. Идет с крышкой. Еще больше, 1474 рубля. 18 литров. Также идет с крышкой. Тут даже котелок уже положили сверху. Но данную кастрюлю, боюсь, я не подниму. Особенно одной рукой. Но, думаю, так понятно. И вот такие вот котелки. Стоит 1100 рублей. Казан называется. 6 литров. Идет с крышкой. Производство Россия. Рядом у нас жаровня 1264 рубля. Есть даже в открытом состоянии. 26 см здесь диаметром. Со стеклянной крышкой. И сама жаровня выглядит вот так. Смотрится вполне добротно. Есть такие вот типа ручки, можно так сказать. И в наличии осталось, в принципе, не так много. 939 рубля. Это у нас сковородка. 24 см диаметр. Называется Кокмара. Кто-то меня поправил, поэтому уже запомнила. Сделана она по ГОСТу. Тяжелая притяжелая. И писали, что она очень качественная. Всем привет. Сегодня будет обзор из магазина Светофор Маяк. Город Новосибирск. Вот такой вот красивый ковер, я заметила. Всего стоит 399 рублей. Размер 0,8 на 1,2 метра. Основа сделана из войлока. 100% полиамид. Производство России. Город Санкт-Петербург. Кто из Санкт-Петербурга, всем привет. Очень люблю ваш город. 639 рублей. Еще коврики. Тут такие вот яркие, насыщенные цвета. Цветочки. Также сзади я заметила и другие расцветки с единорожкой. Тут более такие вот детские варианты. Размер здесь 1 метр на полтора. Производство также Россия, что очень приятно. Мне кажется, только в Светофоре и Маяке можно найти на ковры такие ценники. За 62 рубля это у нас блюдо. Сделано из стекла. Размер 21 на 16 сантиметров. Это у нас бренд Паша Бахче. Смотрится очень неплохо. Также есть еще и в другой. В другом размере. Сейчас все покажу. Детально вам показала тарелочку. Побольше она уже идет. Тарелка 95 рублей она стоит. А по форме точно такая же. Размер 29 на 23 сантиметра. Такие тарелочки будут отлично на праздничный стол. Будет украшать. И цена более чем приятная. Рядом заметил за 55 рублей стаканы. Этот стакан называется Грей. Здесь 360 миллилитров. Производство. Россия также Паша Бахче. Смотрится очень стильная, минималистичная. Думаю приобрести данные стаканчики. Цена хорошая. 195 рублей светильник настольный. Он идет с прищепкой. Производство Китай. Должны быть здесь две расцветки. 40 ватт Ем. 27 цоколь. Но в данном маяке только в черном цвете. Я заметила. Посмотрим поближе характеристики. Можете нажать на стоп и прочесть более детально. Наличий очень много. 339 рублей светильник. Он в белом цвете. Производство Беларусь. Он получается потолочный. Вот так это все выглядит. Сделан из пластика. Поближе вам показываю все детально. Чтобы создать эффект, как будто вы тоже гуляете по магазину. В наличии очень много. За 85 рублей нашла еще наборчик контейнеров для продуктов 0,6, 1 и 1,7 литров. Можно греть в микроволновой печи и также замораживать в них. Цена здесь более чем приятная. Крышки у этих контейнеров все разные. Разные цвета. Зеленые, фиолетовые и желтые. За 79 рублей нашла таз. 8,5 литров. Производство Россия. Аккуратно положим ценник. И вот такая вот красота. В голубом цвете есть значок пищевого пластика. Небесный такой голубой цвет. Оттенок мне понравился. Думаю приобрести данный тазик. Цена хорошая. 79 рублей. Мойка Дуршлаг. Производство Россия. 37 на 34 сантиметров. Но надо обратить внимание, конечно, чтобы не было брака. Смотрите, здесь уже кто-то, видимо, похозяйничал. Есть в желтом цвете и голубом. За 139 рублей бокс для хранения. Размер 23 на 13 сантиметров. Производство Россия. Сейчас покажу внутри, как это все выглядит. Значок пищевого пластика перечеркнут. Так что обратите на это внимание. Здесь у нас 4 отделения. Одно вытянутое. И 3 более таких квадратных варианта. Огромное количество различной мебели в наличии за 305 рублей. Стул называется Орбита. Нагрузка до 120 килограмм. Производство Россия. Рядом заметил вот такой вот стульчик. Писали отзывы. Не очень хорошие, что быстро развалились. Но есть еще и в бордовом цвете данный стулья. Вот такой вот оттенок мне очень нравится. Цвет бордо. Красного вина. 344 рубля. Табуретка. Максимальная нагрузка здесь 100 килограмм. И есть еще из пластика. 369 рублей. Такая вот малышка. Увидела еще контейнер огромный. Здесь на 20 литров. Для снасти и инструментов. По ценнику, к сожалению, не подскажу. Он отсутствует. За 210 рублей нашла полочки, которые ржавеют. Многие писали, что они ржавеют. Но они немного здесь слиплись. Не стал вам показывать. Так как отзывы, в принципе, не очень. Поэтому не буду акцентировать. 115 рублей. Овальный таз. Здесь 14 литров. Большой таз. Производство здесь Россия. Красивый красный цвет. И значок пищевого пластика зачеркнут. То есть нельзя использовать для маринада и так далее. 155 рублей набор корзинок. Здесь 3 корзинки по 4 литра. Поближе покажу одну. Это уже довольно-таки старая коллекция. Но, конечно, цена очень приятная. Здесь значка пищевого пластика. Я не заметила. Но, думаю, никто и не возьмет. Не будет использовать для кухни данные корзинки. Корзинка из пластика. 329 рублей. Она перфорирована по стенкам. Есть крышка. Здесь 17 литров. Есть серая и бежевая. Тут у нас наборчик за 310 рублей. Тоже перфорирован. И даже крышка. Есть в голубом цвете и бежевом. Это также производство Россия. В голубом цвете более эффектно. За 410 рублей у нас корзинка сумка универсальная. Здесь 40 литров. Кто-то уже вытаскивал, смотрел. Такая вот полностью дырявая. Такой очень гибкий здесь пластик. Производство Россия. На ощупь приятный. Увидела еще корзинки за 310 рублей. Плетеная корзина. Называется Лен. 22 литра. В бежевом цвете и сереньком. Есть также и крышка. На ощупь приятный пластик. Не тонкий. Вполне хорошие корзинки. Я бы посоветовала. За 500 рублей есть еще корзинка плетеная. Точно такая же получается. Только здесь 35 литров. Вот такая вот агромедная. Можно оформить, допустим, свое хранение в одном стиле. 939 рублей корзина для белья. Называется Рогожка. Есть удобная ручка, крышка. Она иногда, видимо, выпадает. Или я что-то не то делала. Но вроде бы все обратно вернула. За 115 рублей есть корзинка. Это у нас, можно сказать, эпоха. Но, надеюсь, уже скоро их распродадут и привезут что-нибудь новенькое. Давно уже на полочках есть значок пищевого пластика. Ну, возможно, вы искали. Так что все еще в наличии. Мега бокс за 410 рублей. Да, он действительно мега большой. 32 литра Россия. За 49 рублей мисочки. Здесь 5 литров. Мой любимый цвет бирюзовый. Цвет Тиффани. Очень нравится. Пластик. И значок пищевого пластика присутствует. У меня дома точно такая же, только синяя. Есть в фиолетовом цвете. За 26 рублей миски. Такая тоже симпатичная, только уже поменьше. Здесь 1,3 литра. И есть просто кругленькая. Кто не любит всякие излишества, так сказать. Здесь 1,2 литра. Такие вот симпатешки. Думаю, многие уже что-то себе подобрали. За 90 рублей набор мисок. Здесь 3 штучки. Очень похоже на детские игрушки. По упаковке мне чем-то напоминает. Значок пищевого пластика присутствует. Все нормально. И здесь расцветки такие жизнерадостные. Фиолетовые, желтые. Фуксия. Будет поднимать настроение, пока вы будете готовить. Конечно, очень понравился мне данный маяк. Здесь огромное количество интересных товаров. Для кухни, для дома. Такая вот баночка с пчелками. Сделана она из стекла. По ценнику 65 рублей она, вероятно, стоит. А нет, это уже другие баночки. Они идут побольше, с перчиками. А вот для баночек поменьше я не нашла, к сожалению, ценника. Тут у нас 375 рублей бочка пищевая с гнетом. Вы мне объяснили на прошлом видео, что это и для чего это. Теперь я поняла. Очень интересная конструкция. В прошлом маяке я не видела вот такой крышки пресса. А теперь я и поняла всю суть происходящего. Спасибо, что вы отзываетесь и помогаете мне быть умнее. Рядом у нас есть еще различные ведра. Они идут с крышкой. Отдельно ведра, отдельно крышки. Хотела вам показать ведра, но, к сожалению, они прям пристыли друг к другу. Поэтому неудобно. Особенно одной рукой. Есть поменьше ведра, но, к сожалению, тоже. Все намертво. За 95 рублей тут у нас крючок-держатель металлический. Думаю, только одно растение можно повесить. Или максимум два, но очень легких. Думаю, сразу надо брать две штучки по бокам. И будет смотреться очень красиво. Тут у нас разные ведра, лейки. Ковш за 50 рублей 1,8 литров. В красном цвете. Нельзя использовать с кипятком. Написано только для холодных целей, так сказать. Для холодных пищевых продуктов. Наличия очень много. Красивый красный цвет, насыщенный. Есть еще и лейки. Такой вот зеленый цвет, тоже яркий. Носик тоненький, удобный. А здесь как раз и есть значок пищевого пластика. Очень интересно. Стоит 89 рублей. Здесь тоже 1,8 литра. Тут у нас огромное количество различных кашпо. Размеричные дизайны, цвета, размеры. Можете нажать на стоп и более детально прочесть. Так как ценников здесь немерено. Поэтому не будем сильно углубляться. Но понравились вот такие вот в виде камушков. Такая вот небольшая глазурь. Значок пищевого пластика зачеркнули. Но я не думаю, что кто-то будет в кашпо вложить какие-то продукты. Тут у нас бренд знатный. Давайте пройдемся, наверное, по одежде. Давно мы не смотрели. Вот такой вот у нас стенд красоты на неделе моды. И хлопкивые футболочки различные. Очень симпатичные зайчики, лисички, медвежатки. Производство Узбекистан. И очень приятный на ощупь хлопок. Данные футболочки у меня не садились после стирки. Но кто-то писал, что садились. Поэтому даже не знаю, почему и от чего это зависит. Вот футбол, сердечки. Белые футболки полупрозрачные. Тут у нас желтенькое. Обычные тут листочки мятые. Скучноватый рисунок для меня. Сильно простой. И вижу, что желтая футболочка также просвечивает. Видно плечики черные. Так, что еще здесь интересно. Опять футбол. Яркая Фокси. Это у нас с котенком. Тут у нас силуэтка. Это 48 размер. Не совсем маленькие. Тут у нас всякие халатики. И есть также футболки. Просто однотонные. Возможно, тоже кого-то и заинтересует. Не все любят всякие котятки, зайчики, птички. Всем нравится разное. Тут у нас халат на молнии. Яркие пестрые цвета. Он не короткий. Примерно, думаю, будет до колена. Еще яркость. Леопард. Данный халатик уже выглядит покороче. В общем, выбор здесь шикарный, в принципе. В полосочку. Огромные такие цветы. Желтые, голубые. Но размеры тут надо смотреть. Не все размеры. Мало. Тут у нас шопер Красноярск. Опять Красноярск. И также есть смелым помогает судьба. Такие вот необычные шоперы. Я живу в Новосибирске, а у нас шоперы Красноярск. Доска гладильная. 1354 рубля. А тут у нас расцветки самые разнообразные. Цветочки, орнаменты, полосочки. Яркие красные маки. Размер 120 на 35 сантиметров. И также он идет с подутюжником. Что немаловажно. Давайте посмотрим, что еще здесь интересное. Огромное количество подушек, одеял. 794 рубля. Одеяло, лебяжий пух. Размер 1,5 здесь на 200. На 2 метра. Производство России. Вот такие вот полотенчики, наборчики. Писали только хорошие отзывы на них, что хорошо впитывает воду. Отлично будет на подарок. Я ранее говорила, что слышала суеверие, что нельзя дарить полотенце, так как это к разлуке. Но, к сожалению, меня немного не поняли. 449 рублей. И сказали, что я должна не говорить. Это ерунда. Я просто сказала, что я такое слышала, но вы не обязаны в это верить. Каждый верит в свое. Спорт тут у нас. Рюкзачки. Синие, красные. Снизу есть еще такая вот защита. От удара, наверное, от грязи. Вот она. И стоят они 839 рублей. И производство у нас Китай. Всем привет! Сегодня будет обзор из магазина Светофор Мояк. Город Новосибирск. Приятного вам просмотра. Первое, что мы видим. 119 рублей. Салатник Конфетница. Сделан из стекла. Очень утонченная работа. Выглядит дорого. Я бы сказала, дороже своей цены. И также в комплекте, можно так сказать, идет коробочка. Диаметр здесь 12 см. Данную конфетницу я уже показывала. Решила еще показать. Возможно, многие не видели. Их плохо разбирают. Заметила много в наличии. А вот этот чайничек меня попросили показать поближе в прошлом видео. Поэтому выполняю вашу просьбу. Многие мне писали, что приобретали и очень довольны. Ваза для цветов 205 рублей. Ваза идет с рисунком. Такой вот маленький цветочек, изображение. Длина вазы 23 см. Рядом есть вазочки уже подешевле, 97 рублей. Длина 22 см. И я смотрю, их стало меньше. Тоже в прошлом выпуске показывала. Смотрите, какая красотища. Выполнена очень хорошо. И всего 97 рублей, даже 100 рублей нет. И второй вариант выглядит вот так. Более сдержанно. Я смотрю, буквально пару вазочек и закончатся они. Так что пользуюсь спросом. Форма для запекания 489 рублей. Здесь почти 2 литра. Это у нас люминарк. Очень компактная маленькая лодочка. Будет отлично для небольшой семьи. Из 2-3 человек. Но если у вас семья побольше, 479 рублей. Тут уже и сбора силикатного стекла. Вот такая вот огромная. Форма 3,6 литра. Практически в 2 раза больше. 634 рубля. Тут у нас форма для запекания 4 литра. Сейчас покажу. Это у нас люминарк. Опаловое стекло. Смотрится очень хорошо. Качество у них всегда отменное. Думаю тоже приобрести данную форму. У меня есть поменьше. Вот задумаюсь побольше. Так как люблю готовить на 2-3 дня вперед. 205 рублей ваза для цветов. Здесь высота 19 сантиметров. Потихоньку их разбирают. Такая вот необычная голубая с розовым. Эффектный такой градиент. Сделан из стекла. И так же есть в других расцветках. Тут у нас сочетание зеленого с желтым. А какое сочетание вам нравится? Пишите в комментариях. Более такой пестрое. Фуксия с голубым. Или... Хотя это тоже не совсем пастельные оттенки. Можно так сказать. Все вырви глаз. Можно так сказать. Получается 2 варианта. Проверила. Так, что у нас здесь рядышком есть? 564 рубля. Это набор для специй. Здесь 6 банок. Они идут на магнитной доске. Отлично будет разместить на дверце холодильника. Так это все смотрится сделано из нержавеющей стали. Буквально недавно их видел в светофоре. А тут уже и в маяке. Набор мисок с крышкой 379 рублей. Здесь 5 мисок. Они все круглой формы. В основном остались с зелеными листьями. Но только верхняя крышка имеет такой вот принт. А уже поменьше формы. Без каких-либо рисунков. Тут у нас 254 рубля кувшин для очищения. И сменные картриджи. 210 рублей. Так, что еще? 53 рубля тут у нас в тарелочке. Это у нас уже фирма Паша Бахче. Выполнена чем-то напоминает черепаший панцирь. А вы как считаете, похожи или нет? Или это мои фантазии? Есть еще немного побольше. Тоже Паша Бахче. По стоимости 70 рублей. В наличии очень много. Вот такие вот тарелочки салатники. Все еще в наличии. Также огромное количество из стекла тарелок. 39 рублей салатник. Здесь диаметр 14,6 см. Это у нас фирма Паша Бахче. Тоже эффект такой черепашки. Панцирь черепашки. Рядом у нас тарелочка. Очень красиво. А здесь уже имитация ракушки. Смотрится отлично. Производство России. Нижегородская область. Кто оттуда, всем привет. Диаметр 24 см. Рядом у нас еще. Это у нас ваза для мороженого. Креманка. Стоит всего лишь 69 рублей. Выполнена как вот такой вот небольшой бокальчик. Это у нас Паша Бахче. Вот такая вот малютка 270 миллилитров. За 29 рублей стакан цветной 340 миллилитров. Можно сказать 30 рублей стаканчик. Самый обычный. Стекло вполне не тонкое, не толстое. Самое обычное. Думаю, должны быть прочными. В наличии очень много. Только в рыжем цвете. Тут у нас потихоньку выбирает, не буду мешать. Отойду. 73 рубля у нас фужеры. 335 миллилитров. Ранее их тоже показала. Многие писали, тоже хотят приобрести. И заметила, значительно уменьшилось количество данных фужеров. Так что раскупает. Надо поторопиться, если вы тоже хотите приобрести. Еще стаканчики. 125 рублей стаканы для коктейля. Стекло 450 миллилитров. Очень тяжелое. Дно прям, я бы сказала, весомое. Паша Бахче это у нас. Но грани очень прям играет. Все красиво. Переливается на солнышке. Будет еще лучше. Но думаю, если вы любите тяжелую посуду, не подойдет. 615 рублей набор кружек. Две штучки с двойным стеклом. Боросиликатное стекло. Очень противоречивые наборчики. Кто-то пишет, что боросиликатное стекло тяжелое, а данные кружечки очень легкие. Буквально на мизинчике можно держать. Наличия очень много. Тут у нас еще гора посуды. За 69 рублей кружка дымка 380 миллилитров. Самое обычное. Думаю, скоро уже пропадет с продажем. Давненько они уже продаются. Стакан карат 40 рублей. Здесь 250 миллилитров. Просто прозрачное стекло. Одно у нас непростое. Чем-то напоминает лепесточки василька. Это Паша Бахче фирма. И в наличии тоже очень много. Цена крайне бюджетная. Стаканчики 55 рублей 360 миллилитров. Стекло просто обычное по дизайну. Лаконичное. Думаю, многие оценят. Так как сейчас стиль минимализма в тренде. За 99 рублей стаканы для коктейля. Тут у нас уже помощнее по дизайну. Фирма эта же Паша Бахче. И выполнена более в таком праздничном стиле. Но я думаю, на каждый день кто-то заценит. Так сказать. Рядом у нас наборчик. Тут у нас три стаканчика выполнены. Присутствует небольшой узор в виде сердечек. 199 рублей. Здесь 360 миллилитров. Кружка 140 рублей. Керамика 360 миллилитров. Здесь две расцветки. Фиолетовая с зеленым. И просто голубенькая. А я вам желаю хорошего настроения. Пусть у вас всегда все забывается. Здоровья вам и вашей семье. Спасибо, что посмотрели мое видео до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok